Это удивительный город, причем, вы знаете, честно вам скажу, они никогда не шутят, они не шутят, они так живут, это они так живут, и поэтому это очень смешно со стороны. А как Одесса ходила на пляж? Это отдельный разговор. Приходили мы к пляжу примерно в час дня. Жуткая, жара, дикая. Возле пляжа сидел человек, у него обязательно на резинке прыгал жук, колорадский жук, и он кричал, колорадский жук, на резинке прыгайте, лапками дрыгайте, не толпитесь, всем хватит, не толпитесь, никого возле него не было, не толпитесь, всем хватит. Раскрывалась клеенка, и на клеенку выбрасывалась еда. Что там было? Это разговор отдельный. Обязательно оливье салатик, обязательно винегретик, обязательно огурцы малосольные, огурцы соленые, огурцы свежие, свежие помидоры, малосольные помидоры, зелень, лучок, обязательно жареная печенка, жареные куры, жареная барабулька. Все выпивали за Одессу, закусывали, опять выпивали, опять ели, опять закусывали. Это было уже часа два, дети кричали, хотим купаться, им кричали, остынь, остынь. 33 грамма сожары, остынь. Дети кричали, хотим купаться, им говорили, ну давайте, быстро. Они бежали просто стремглав и падали в эту воду, а здесь продолжалась выпивка, еда. Уже было часа, наверное, четыре, никто не купался. Все ели и пили. Какое-то время мужчины отпадали, женщины почему-то начинали делать маникюр. И вдруг истошный крик, где дети? Все бежали к морю, и там крики. Вова, выйди свори, Миша, выйди свори, Гриша, выйди свори, я тебе руки-ноги поломаю. Выйди свори, я тебе перебью руки-ноги, чтоб ты был здоров. Выйди, я тебе сказал, ты будешь купаться только под душем. А он синий весь кричал, мама, смотри, как я ныряю, мама. Одесский язык, он мягкий, тональный. Сидел парень возле меня на стадионе. Он увидел своего друга через все поле, через весь стадион. Он кричал, придурок, иди сюда, здесь место есть. Придурок, место для тебя есть, придурок. Придурок, иди сюда. Его били по голове, он не смотрел футбол, он синий уже был. Придурок, иди сюда. Так он любил своего друга. Но он давал точную, точную одесскую интонацию. Я могу полчаса еще кричать, придурок, и это будет точная одесская интонация. Одесский язык требует, он никогда, никогда не знаешь, чем закончится разговор. Никогда. Я поднимаюсь по лестнице, гостиница красная, вдруг сзади крик. Молодой человек, я продолжаю идти. Молодой человек, я иду. Швейцар кричит. Молодой человек. Я оборачиваюсь, стоит возле него уборщица. Говорит, Вася, а что ты кричишь? Он правильно не оборачивается. Какой он молодой, посмотри, сколько ему осталось. Громко, при мне, не стесняясь. Никогда не знаешь, чем он закончится, этот разговор. В другой гостинице я приехал отдыхать. Я отдыхал в гостинице, снимал люкс. Старушечка убирала, меняла полотенце каждый день, как положено. Я ходил на пляж, прихожу как-то, на встречу идет молодая со старушечкой. Молодая смотрит на меня, говорит, здрасте, Роман, как дела? Я говорю, нормально. Вспомнили общих знакомых. И старушка на нее смотрит на меня, на нее, на меня, на нее. И потом говорит, ты что, его знаешь? Он говорит, конечно, его все знают. Вот ты смотри, я думал, он шейностранец. Я ему меняла полотенце каждый день. Больше я ее не видел. Ни полотенец, ни ее. А в другой гостинице я въехал. Лежит в ванной дохлая мышка. Я звоню администратору. Девочки, в чем дело? Дохлая мышка. Да, она сдохла. Все, слава богу. Софа, хватит их травить. Все, они подохли. Все, пусть пока лежит. Никогда не знаешь, что. Ну, два одессита могут стоять разговаривать. Третий, незнакомый, подойдет. Может, полтора часа стоять, там скажут. О, не морочите голову. Ну, и уйдет дальше. Поставили памятник Жукову. Вы знаете, памятник Жукову. На коне, на Красной площади. Стояла какая-то одесситка. Подошел репортер. Говорит, как вам памятник? Она говорит, потрясающе. Потрясающе. Я вообще люблю лошадей. Как-то звоню в Одессу, кричу. Алло, алло. Кричу громко. Плохо слышно. Какой-то старичок. Я кричу. Это Одесса. Какой-то старичок кричит. Пока да. Это все без обдумывания. Наташа, ты так прекрасно выглядишь. Она говорит, да я еще плохо себя чувствую. Какая прелесть в одной фразе. Дайте стакан воды. Она говорит, с сиропом. Я говорю, без. Она говорит, без какого сиропа. Такое придумать нельзя. Это можно услышать. И только в Одессе. В этой филармонии знаменитой, где вот я вам рассказывал про Козака, когда приезжали артисты, Козак их встречал на улице. Они говорят радостно. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Мы прибыли. Он говорит, какие прибыли? Одни убытки. Они прибыли. Он так встречал их. Так вот в этой филармонии каждый человек был личностью. Это были уникальные люди. Они уже ушли. Там стояла на контроле мадам Гризотская. Ей было 90 лет. Ей говорили, мадам Гризотская, на пенсию уже идите. Она говорила, я умол на контроле. Ей давали левые деньги, десятки, пятерки. Она их рвала. Потому что она не видела. У нее зрения уже не было. Она рвала деньги, билеты. Она все рвала. Ну, а что такое? Я ничего не заработала. Куда вы едете? Я говорю, в Ташкент. Привезите мне фельдиперсовые чулки. Я говорю, зачем? Пусть лежат. Тетя Маня, уборщица, которая никогда не смотрела спектакли. Она убирала с утра до ночи. Чем больше она убирала, тем было грязнее. И смотрю, как она стоит. Стоит, и наш спектакль весь смотрит. С Витей мы играли. Потом ко мне подходит. Говорит, товарищ Карцев, замечание можно вам сделать? Я говорю, да. Вы знаете, вы неплохой артист. Но вы так пересаливаете лицом. Пересаливаете лицом. Где вы услышите? В каком языке мира? Это все равно, что кисло мне в борщ. Как перевести эти фразы? Мы делали с Витей спектакль на английском языке. Мы должны были играть с двумя американцами. Над чем смеются в Америке, над чем смеются у нас. Мы уже сделали программу. К сожалению, в это время Витя заболел, и мы не осуществили. Мы хотели выйти на публику американскую. Но как переводить, как перевести на английский язык пересаливаете лицом? Он слабый очень, язык английский. Но для одесского языка он не тянет, он слабый. Так же, как в Москве. Я приехал, когда впервые и заказал в ресторане жидкое. Официанты совещались час. Они не знали, что это такое. Потом он подошел ко мне и говорит, знаете, у нас сейчас этого нет. Это удивительный язык, непереводимый. Как можно перевести? Мне мама говорила, я тебе сейчас дам, так ты у меня будешь иметь. На этот случай, я уже рассказывал, я пришел на привоз. Я очень люблю базары. Люблю привозы, базары, рынки, где я только бываю. Везде хожу. Это живое место. Рынки. Это давно существующие рыночные отношения. Я пришел на базар, стоит старушка, кричит, зелень, зелень. Я говорю, дайте два пучка. Она говорит, отойди. Зелень, зелень. Я говорю, дайте три пучка. Отойди, я доллары меняю. Зелень, зелень, зелень. А другой магазин я пришел, говорю, что такое, девочки, у вас этот продукт вчера стоил 50 тысяч. Ночь прошла, он стоит 100. Она говорит, это вы не уложитесь. К сожалению, очень много одесситов уехало. Очень много. Огромное количество. Одесса сильно пострадала, как и другие многие города. К сожалению, так получилось. Но вот все-таки благодаря перестройке мы можем встречаться. Мы уже думали, что мы расстались навсегда. Уехали огромное количество. Инженеры, врачи, ученые, экономические преступники, которые сейчас процветают здесь. Они уехали, если бы они знали, что здесь так процветет. Огромное количество. Я обожаю Брайтон, потому что это самое живое место в Америке. Поверьте мне, есть Бродвей, где все блистает, сверкает, и ходят какие-то люди совершенно неживые. А на Брайтоне все живое. Там люди живые, они шумят. Они переехали из Одессы, ветром, унесенные ветром. Они там живут, так же, как они жили в Одессе. И это мне очень напоминает 50-е годы. Крик, шум. По центру улицы может остановиться машина, другая машина. Они стоят разговаривать между собой. Там движение стоит, и все они разговаривают. И потом они поехали. Они живут, другая меня увидела, встретила меня, говорит, О! И говорит, что? Она говорит, ничего. Класс! Одно слово. И мы поняли друг друга. Там есть ресторан, Набрайтон много ресторанов, но есть любимый мой, где хозяин мой друг детства, Марик по кличке Гном. У него большая голова, он умный очень. Он построил шикарный ресторан на 500 мест. У него магазин, магазин с продуктов, где есть все, от бычков в томате до дунайской селедки. Уникально. Там я единственную очередь видел в этот магазин. Потому что все туда приходят, потому что у него очень вкусно, очень здорово. И там у него работают все родственники, папа, мама, дядя, тетя. Все. Он не берет никого со стороны, у него все родственники. А он сидит на втором этаже, у него монитор там, и он смотрит, чтобы они не воровались. И мы с Витей пришли покупать продукты. Он вышел со второго этажа, говорит, мальчики, что вам? Мы хотим купить там продукты. Говорит, девочки, дайте им скидку 25%. Красиво так сделал, ушел. Покупаем колбасу, я беру две селедочки, и женщина пожилая берет, я вижу, сто процентов. Я говорю, Марик сказал, скидка 25%. Она говорит, а что вы его слушаете? Хозяина. Это оказалась его теща, которая стихся прилавала. Я объездил весь мир, ну много ездил, я видел хороших людей, приветливых людей, но таких нет, как в Одессе, таких людей нет. Я стою возле гостиницы, подходит ко мне человек, кладет две руки на плечи, смотрит в глаза, пожилой такой, и делает так. Уф, уф, ааааа. И ушел. И я все понял. Я понял, что у него дома, что у него с женой, что у него с детьми. Ну это же, это так же, как набрали, я рассказывал, меня одна встретила, говорит, о, я говорю, что, ничего. А в Одессе была оперета, Миша Водяной, вы помните, спрашивали, за три квартала билет спрашивали. Подходил какой-то человек, не было билета, он спрашивал, скажись, пожалуйста, у кого-нибудь лишний билетик есть? Ему говорят, ты что, не можешь нормально говорить? Что ты тянешь слова? Ну еще одна, это последняя, это вообще, это вообще, это, я приехал в Одессу, меня никто не встретил, аэропорт, аэропорт. Ну знаете, как они стоят там, штабелями, ну давай, мы тебе подвезем, за, 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 за скидку, половину, четверть цены. Один меня отвел в сторону, идем, я тебя повезу бесплатно, только ты меня будешь слушать. Слушать одесского таксиста, это удовольствие, большое удовольствие, я с удовольствием слушаю всегда. И вот мы поехали, во-первых, он повез меня, где он родился, показать. Потом он повез меня, где он учился, потом где он женился, потом где он развелся, потом, говорит, подойдем с мамой на кладбище, я должен цветы, посмотришь на могилу моей мамы. В общем, он мне катал, наверное, час, я уже устал, я говорю, Миша, давай, все, он говорит, да, 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 я понял, все, как-нибудь еще поговорим. И подвез меня к гостинице, и так грустно тогда, знаешь, я тебе в конце, что скажу. Мой брат уехал в Америку, и он там уже лет 30 живет вот так. Я здесь тоже 30 лет живу за баранкой, живу вот так. Так из-за такого кусочка я должен уезжать. Это Одесса. Спасибо. Спасибо.